Друзья, сегодня я вам буду рассказывать свое личное мнение про iOS 15.7 или же iOS 16. Не имеет значения какой из этих релизов, но мнение я вам скажу и в этом будет истина. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Для меня сейчас последняя версия, которая стоит на моем iPhone 12, это 15.6.1. Она чуть-чуть хуже по автономности, чем 15.5, допустим, была, или 15.6. Самая, как из версии iOS 15, 15.1.1, по-моему, была самая производительная, автономная. Все, кто сейчас сидят ниже, на 14-х, на 13-х, лучше оставляйтесь, потому что каждое обновление несет за собой что? Понижение автономности, понижение производительности и, естественно, улучшения вы никакого здесь не найдете, не будет. Потому что любые тесты, они могут себя показать. То есть, как по батарее, так просто по очкам. И оно так явно видно не будет, но немножко камера будет ухудшаться, немножко то, немножко это. Я, в принципе, не рекомендую вам обновляться. То есть, о чем говорит это все? О том, что каждое обновление, по факту, занижает показатели вашего устройства. Не имеет значения, какой у вас будет iPhone. Хоть 14-й, хоть 15-й выйдет. Любая прошивка, которая идет, она идет на понижение. Но все-таки, если вы надумаете накатить 15.7 или iOS 16, я вам рекомендую сделать резервную копию в iCloud или же в iTunes на ПК. Для чего это нужно? Если она вам не понравится, чтобы сохранить данные, вы могли назад откатиться с этой же резервной копией, которую вы сделали. Или просто в процессе пойдет прошивка как-то не так, какие-то сбои, это тоже может быть. Поэтому, ребята, акцентирую ваше внимание на то, что обязательно делайте резервную копию. Если вы все-таки накатили, там, испытываете нагрев устройства, можете всегда сделать жесткую перезагрузку. Или же переустановка iOS на эту же. И это обычно лечится. Вот как-то так. Если у вас возникнут вопросы, оставляйте их в комментарии. На все отвечаю, подсказываю. В описании под видео есть также подсказки на интересные видео. Если, в принципе, что-то будет непонятно, в общем, задавайте вопросы. Подписка на канал, прожать колокольчик, оставить позитивные комментарии. Скоро увидимся. Продолжение следует...